Доброе утречко! Сегодня у нас такое пасмурное, но тепленькое, потому что градусов 7, наверное. Иду с почты, получила свои две опять посылочки. Сейчас я тут немножко притулюсь, где-нибудь постою около деревца. Уже, конечно, не выдержала, вскрыла по пути. Сейчас покажу, более подробно, конечно, дома покажу. Вот такой вот прикольный, тут большой будет кулон, весь такой золотой-призолотой. И такой очень симпатичный лоточек в синих тонах, в синих вежевых. Но это надо все подробнее показывать, как-то. Ой, тут у нас детский садик. Мое первое место работа в 16 лет. Просто шла-шла, решила, около дома, рядышком, дай-ка я зайду, спрошу, нет ли там места какой-нибудь нянечки или еще кое-нибудь. Меня сразу поставили воспитателем, мне самой-то было 17 лет. Дети на мне висели гроздьями, не слушались, и я поняла, что это, наверное, все-таки не совсем мое. Ну, то есть, может быть, конечно, мое в плане, что я относилась к нему с большой любовью, но не справлялась с ними совершенно. Поэтому потом перешла работать в библиотеку и как бы училась на библиотечном. Вот, а так это первое место работы мое. Вот. Сегодня у нас, как я говорила или нет, у нас 3 декабря, четверг, но погода такая, как марте. Это меня немножко сегодня с утра рассмешило, потому что у меня пропал листик из календаря за 15-й год декабрьский. И я искала... А, был уже новый календарь 16-го года. Я искала соответствие, по крайней мере, чтобы вот первое, так сказать, число приходилось на вторник. Ну, и было там 31 день, это как раз оказался март. Поэтому у меня сейчас на стене висит календарик на март 16-го года. Вот, и я вышла, и тут у нас практически вот март. Вот такая погода у нас в марте и будет. То есть будет серенько, мокренько, сыренько. Так, все тепленько относительно. Где-то там чуть-чуть почерекивают птички. Вот. На детской площадке у нас никого нету. Сейчас и вообще никого нету. Такая тишина. Хотя сейчас уже 10 часов утра. Ну, вот спальные районы, они этим и отличаются, что людей немного. Все либо по домам, либо по работам уже. Пенсионеры по магазинам. Поэтому на улицах довольно тихо и спокойно. Хотелось... Сегодня встала, такой странный снился сон. Умерший человек. Мой знакомый. Я почему-то с ней вместе там покупала квартиру. Жуть, конечно, да? Такие. Ну, можно испугаться, а можно задуматься, почему вообще стали так мертвые сниться, как живые. Может, что-то происходит интересное на тонком плане. В общем, хотелось поговорить о каких-то интересных снах. Не знаю. Я думаю, что, может быть, для кого-то эта тема интересна. Потому что у каждого есть, наверное, и повторяющиеся сны, и пугающие сны, и какие-то вещие сны. У меня из повторяющихся только есть один, когда я во сне где-то гуляю, а потом чувствую, что мне так хочется домой. Я сажусь на какой-то транспорт, еду, и вот я понимаю, что я еду к себе домой. Но я никогда не приезжаю, просыпаюсь в дороге, и я никогда не могу понять, а где же этот... В конечном итоге, куда же я еду, где мой дом? Ну, вот ощущение возвращения домой, оно, ну, наверное, это самый повторяющийся сон. Страшных у меня почти не бывает, агрессивных тоже. Они такие больше путешественнические. Не скажу, что я очень там часто в снах общаюсь с людьми, потому что, наверное, я и пожизнечила к такой не слишком. Чересчур социально общительный. Поэтому все это, наверное, как-то сказывается в вещах, не знаю. У меня мама рассказывала, что каждый раз, когда я снилась, что она примеряет обувь, вот после этого она меняла работу. И в зависимости от того, какая я снилась обувь, там новенькая, красивая или потрепанная, вот, и работы были такие же. Вот у нее по жизни был, можно сказать, такой сон, предупреждение о будущих изменениях. Еще у моей одной подруги всегда на беременность снилась сырая рыба. Вот она всегда знала, что если она приснится, то сто процентов она могла сказать, что она беременна, даже если еще не было к этому никаких сигналов. Многие говорят, что если снится зуб, который с кровью, вот, выпадает или что-то, это к смерти или болезни кого-то из близких. Но у меня были такие сны, и ничего не происходило. То есть у каждого, очевидно, это очень все своеобразно. По-своему, конечно. Поэтому трактовки снов, когда вот читаешь сонники, ну, может быть, и есть какое-то общее мнение, но в то же время всегда надо учитывать, что именно это для тебя. То есть если там кому-то приснится, там змея или лягушка, и, может быть, он прочитает, что это что-нибудь плохое или еще что-то такое, а на самом деле по жизни он, скажем, этих змеи или лягушек обожает, тогда, конечно, наверное, у него смысл изменится с нам. В общем, если вам эта тема интересна, давайте мы о ней поболтаем как-нибудь. Вы только напишите, вообще, стоит она внимания или не стоит. Ой, а сегодня мне так хочется выбраться погулять, и именно погулять где-то, где нет людей. Конечно, лучший вариант для этого сходить ботанический, но там я уже так часто бывала, что уже, наверное, немножко неинтересно. Поэтому я сейчас подумаю, может быть, куда-то выберусь в район, там, за железную дорогу, он более такой спокойный. Ну, посмотрим. Какое-то сегодня такое настроение, спокойно, не спеша где-то походить, поболтать с вами. Интересное, но все равно вряд ли что-то увидим, потому что что-то-то уже может быть интересного. Ничего не цветет, не растет, не происходит. Надо было бы, конечно, в центр выбраться. Там уже стоят елочки, там уже у нас такие зайчики живые, для них загончик сделан прямо в центре. Очень постараюсь это сделать в субботу, потому что, на самом деле, это вам будет хоть как-то интересно посмотреть. Вот, а сейчас пока домой-домой. Все-таки на улице так серо, я чувствую, что у меня насморк. Я там посмотрела это свое видео с улицы, я там носом шмыгаю, шмыгаю. Сама этого даже не заметила. Поэтому, думаю, посижу-ка я лучше дома. О чем-то интересном можно и дома с вами поболтать. Привет, Муха, привет, Муха балдеет. Так что, давайте, может, продолжим тему о снах всяких интересных. У меня знакомой, у нас умерла подруга близкая. Вот мы все очень хотели ее увидеть, потому что мы еще при жизни, когда она была жива, мы с ней говорили, что вот вдруг, если такое что-то случится, то давай там как-то во сне встретимся, обменяемся информацией какой-то. Ну, когда я ее встречала после этого во сне, то она как-то или улыбалась, или отшучивалась. В общем, невозможно было получить никакой информации от нее. И один раз она мне приснилась, и она мне сказала найти одного человека. Прямо так назвала имя, сказала, найди его. Я подумала, что это за такой знак интересный. Я всегда обращаю внимание на какие-то такие знаки. Вот, и начала его искать, и, к сожалению, ну, тут я не знаю даже, какое слово подорвать. К удивлению, к сожалению, почему к сожалению, к удивлению, обнаружила, что он уже 8 лет как умер. У нас есть такой сайт, в Латвии, кстати, очень, я считаю, правильно сделанный, сайт типа, ну, памяти всех умерших людей. То есть там все данные, где, что и как, что-то вносят, я так понимаю, какая-то организация пополняет, что-то ты можешь своих родных туда внести, умерших. Это как о памяти, чтобы не было потеряно память. И вот у меня не было другой возможности. Я буквально, ну, на всякий случай почему-то, я даже не знаю, начала искать на этом сайте тоже, и вот нашла, что этот человек уже ушел. Это меня так удивило, я до сих пор для себя не могу объяснить, почему была эта информация, зачем мне это было нужно знать, или... В общем, вот такие бывают иногда сны, вроде бы дается какая-то информация, а в то же время ты не знаешь потом, как ее трактовать, эту информацию. Вот, посмотрим теперь на эту зелень. Преимущество не показывать себя, потому что, как бы, могу быть в этот момент не накрашенная, там, с бигдей на голове, или что-нибудь такое. Вот, замечательно. Вы меня слышите, и хорошо. Ничего на меня смотреть. Вот, никакая там не суперкрасавица. Смотрите, лучше ли на муху, или на что-нибудь еще, я не знаю, что покажу, на то и смотрите. Ну, и вот такой, например, был странный сон. Сейчас пытаюсь вспомнить еще, что мне рассказывали. Подруге очень часто снится, что она приходит к кладбищу, где похоронена ее мама, и вот мама иногда выходит, около кладбища ее встречает и просит ей, там, передать какие-то письма или что-то для своих каких-то знакомых. А когда моя подруга спрашивает, почему ты не можешь это сделать сама, она говорит, вот нам разрешают там выйти только, ну, раз в какое-то количество лет, и, в общем, тоже такой странный сон, согласитесь, да? Вот это общение с умершими, я, мне все время это интересно, потому что читалось на эту тему множество всякой литературы, и там, ну, такая есть, как бы, теория, предположение, что все-таки мир умерших людей, он существует параллельно с нашим миром, но он просто на какой-то другой частоте, вот как вентилятор, когда он, скажем, стоит, не работает, да, вы видите все его лопасти, а когда он начинает работать, то они все сливаются в какое-то одно пятно. Ну, в принципе, примерно такой же, другая вибрация, другая частота, ну, или как радио, да, на одной частоте вы его слышите, на второй частоте вы его не слышите. Вот здесь та же идея, что если бы мы могли изменить эту частоту или вибрацию, то мы могли бы, как бы, весь этот мир параллельно умерших людей видеть, и, наверное, они бы могли видеть нас, хотя здесь сложно сказать, может быть, они как-то нас и лучше видят, чем их, здесь уже пока не окажемся в том мире, вряд ли мы сможем что-то толковое сказать, хотя на эту тему есть масса тоже интереснейших фильмов, сейчас даже так, ну, об этом, наверное, надо тоже отдельно поговорить, о всяких таких эзотерических, мистических фильмах, потому что есть что посмотреть интересное на эту тему. А пока мы говорим, продолжаем говорить о снах, и что еще из такого интересного? Сны и полеты. Считается, если по науке, что если тебе снится что-то там летая, что-то или растешь, или у тебя там что-то с сердцем там не в порядке во сне, да, в детстве они, наверное, были почаще, эти сны в молодости, ну, бывали, что и какое-то время, и после этого, но уже я замечала, что тяжелее, вот, са момент подъема, на самом деле тяжело взлетать, и есть какой-то страх упасть вниз. Вот, такие были сны, они мне всегда нравятся, потому что это что-то очень интересное, ощущение вот этого полета, и вообще смотреть на мир сверху. Вот, потом были, конечно, такие, забавные, один из таких забавных, которые запомнился, это я в гостях у какого-то человека, который что-то мне там грузил, я помню, он мне рассказывал, то ли про сатанизм, то ли про какую-то такую религию, которая мне совершенно была неинтересна, но почему-то я не могла уйти из этой комнаты, я вынуждена была сидеть его слушать, но было как-то совершенно все это неинтересно, и я, сидя потихонечку, вот, начала левитировать, то есть начала подниматься к потолку, это меня так развеселило, что я наблюдала уже за этим процессом, полное такое ощущение, вот, по поднятию вверх, но меня останавливал потолок, то есть я поднималась до потолка, головой стукнулась о потолок, упускалась обратно вниз, опять-то начинала там что-то грузить, меня грузить, и я опять вообще плевитировала до потолка и обратно, такой сон и смешной, и в то же время, ну, забавный на самом деле. Несколько раз из интересных снов снилось вхождение в воду, или купание в воде, или вообще вода, вода это считается, что, ну, как бы аналог, я так понимаю, вообще жизненного потока жизни, и если тебе снится чистая вода, то все замечательно или светло, а если вода там грязная или темная, то надо в своих там либо эмоциях разобраться, либо вообще в жизни, что у тебя там за такая ерунда происходит. Вот, потом, ну, конечно, никаких там говорящих животных или что-нибудь совсем сказочного, к сожалению, не снилось. Снилась один раз моя собачка, которая предыдущая была, когда она умерла, я очень переживала, и все время думала, как она, как она там, и вот однажды во сне она ко мне пришла, вернулась как бы в комнату, я увидела себя спящей в комнате своей, и вот она пришла, она была такая радостная, вилела хвостиком, она была здоровая, потому что при жизни она, к сожалению, умерла от рака, очень тяжело, я все это переживала, и на одной собачке было тяжело, и вот когда я увидела во сне, что она такая вся радостная, такая практически молодая, и на этом как бы я успокоилась, и это меня тогда уже отпустило, все эти переживания. Так что такие сны, я думаю, только во благо любому человеку, если он может как-то свою душу успокоить. Что у нас еще было из таких интересных? О, был один мистический такой сон, про который я, по-моему, рассказывала в каких-то там мистических историях, где-то они у меня там валяются на канале в плейлисте, как раз про эти истории. Может быть, расскажу еще один раз, хотя это уже вообще тогда будет меня характеризовать, как человека совершенно какого-то такого странного. Это был сон, опять же, о путешествии, которые мне часто снятся во снах. Но в таком каком-то мистическом путешествии оказалось в городе, в котором жили одновременно и люди, и драконы. Кстати, это было еще до того, как вот сейчас очень много об этих рептилоидах говорят, рептилии, рептилоидах, что они живут среди нас. Тогда это был сон в то время, когда об этом вообще не было никакой информации. Я об этом, естественно, ничего не знала, не читала. И вот я оказалась во сне в городе, где вот эти рептилоиды, по сути, но тогда они мне казались такими драконоподобными. Они жили, и они пытались размножаться с людьми, а люди их воспринимали как людей совершенно. То есть они не понимали, что это не те существа, с которыми стоит размножаться. А я как бы видела их в облике вот именно драконов. И, очевидно, они это поняли, потому что пришел какой-то их главный товарищ там, главный дракон, вот, и пытался меня напугать. В общем, он так меня напугал. Он сказал, что попробуй еще только сюда сунься, и вообще тут будет тебе кирдок башка. Вот. И как-то, как-то да, это было реально страшно. Очень было, для меня это была такая впечатляющая история, необыкновенная. Вот. Что у меня еще такое из таких каких-то забавных снов. Частенько бывает, что если я во сне увижу что-то очень-очень красивое, мне хочется схватить фотоаппарат, я начинаю во сне искать фотоаппарат, и начинаю фотографировать, потому что я и по жизни, в общем-то, любитель, так сказать, фотографировать, ловить всякие моменты, и мне хочется тоже поймать какой-то момент и оставить его запечатлеть. Вот. Так что каких-то таких других интересных вещей, снов. А, один раз снился такой страшненький сон, я тут, не помню, я уже, наверное, читала, да, ну, сейчас же есть много этой информации, что вот льды растают и затопят все эти города, которые находятся на побережье, а Рига, в общем, находится у нас тут, достаточно близко от моря, от залива, от Балтийского, вот, и мы тут все будем буль-буль, в общем, плавать. И как-то один раз приснился такой сон, что вот ощущение тревоги, я дома, я выглядываю из окна, я живу на третьем этаже, и вижу, что вот уже где-то на уровне второго этажа уже плещутся воды Балтийского моря. Господи, только бы, только бы не был веще сон вот этот, потому что я думаю, что это будет безумное что-то, страшное, но пугает, следующим годом, кстати, я там читала какие-то пагогнуты, что уже весной это все произойдет, ну, Господи, ну как вот можно людей вот так вот вообще настраивать на такие, ну, даже если оно ему что-то произойдет, ну, что толку, может, мы сейчас все побросаем и побежим куда-то в горы, да нет, мы так и будем, останемся жить на своих местах, то есть, значит, так оно должно быть с нами. Так, что у нас еще? А, еще из таких, можно сказать, снов, из будущего вещих, один раз, когда у нас еще в советское время, у нас ходили такие восьмивагонные электрички, и то они были все переполнены, и как-то один раз мне приснилось, еще в довольно давние времена, пока они все еще были восьмивагонные, что вот я стою на станции, подходит поезд, и там всего четыре вагона. И, кстати, вот, да, сейчас у нас так и есть, у нас уже давно нет восьмивагонных электричек, ну, бывает иногда шестивагонные, ну, или четырех, вот. Можно сказать, что это такой был взгляд небольшой в будущее. Ну, довольно сложно, на самом деле, сообразить, что, так сказать, будет, что не будет. Расскажите о ваших снах, это же так интересно, что вам снилось, может быть, вот, вещево или и сны из будущего, когда вы видели то, что потом происходило на самом деле в будущем. У меня бывают еще иногда такие путешествия по своему же району, я вижу изменившийся не то, что ландшафт, а просто здания другие, которые, например, там, где их раньше не было. Ну, не знаю, вспомню я, если такое произойдет, там, спустя, там, лет 20, вспомню ли я, что я видела такой сон. И потом, конечно, вот эти состояния дежавю для меня интересны, когда вы просто видите что-то, и вдруг у вас есть такое ощущение воспоминания, вспоминания, что это уже вы видели, вы там были, это видели, вот эти мне еще моменты крайне интересны, потому что есть тоже версия, что мы живем не одну жизнь, то есть каждый раз другую, да, в перерождениях, а что мы повторяем одну и ту же жизнь. Поэтому вполне возможно, что мы тогда и можем вспоминать какие-то вещи, потому что если это все одно и то же, одно и то же, кошмар, кошмар, это, наверное, самая была бы такая версия. Неинтересно, не хочется все время наступать на те же грабли, совершать те же ошибки, может быть, потому они легко и совершаются, что ты уже это делал, трудно сказать. Вот, вот такой у нас немножко в такой пасмурный день мифологический, такой мистический тут разговор о снах, о чем-то таком запредельном нашему пониманию, пока еще недоступном. Информации на эту тему, конечно, много разной, но тут надо с опаской, конечно, все это воспринимать, потому что могут вам мозги, конечно, свинчить очень хорошо. Вспомните хотя бы даже фильм «Матрица» в свое время потряс необычайно, потому что он тоже как бы жил вот такие две параллельные жизни и не понимая, где настоящая жизнь, где реальная. Поэтому, может быть, и мы живем непонятно, то ли мы живем в этой жизни, или наша настоящая жизнь там, где наши сны. Но на эту тему можно заморачиваться очень так хорошо, поэтому давайте уже остановимся просто и посмотрим, что из этого получится. Почитаю ваши комментарии, что вы на это все скажете. Ну, а Муха все это время продолжала обалдеть и спать. Замечательное существо. Интересно, ей что-то снится или нет. Похоже, что ей сейчас снится какой-то прекрасный сон. Пока-пока. Она даже похрапывает. Какая прелесть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok